Всем привет, дорогие друзья! Вы хотите изучать английский без сложных, головокружительно-заумных объяснений? Легко, просто и с удовольствием? Тогда вы в нужном месте! Скажу сразу, обязательно смотрите это видео до самого конца, потому что я записываю его совместно с носителями языка, которые помогали мне создавать мой курс «Английский язык за 4 недели 2 в 1». Поэтому, чтобы это видео было для вас максимально полезным, в конце вас ждет небольшая тренировка понимания речи на стекле языка на смысл. Уверена, вам понравится! Сегодня мы с вами поговорим о прошедшем времени в английском языке, а вернее, о царе все-английского глаголе «to be» в прошедшем времени. Что это значит? Это значит, что сегодня мы с вами научимся и потренируемся говорить о том, что вы где-то были или вы были каким-то. Например, я был прав. Или это было классно. Или я был в шоке. Он был за границей. И тому подобное. Все эти предложения мы с вами говорим при помощи глагола «to be» в прошедшем времени. «Был», «была», «были». Итак, давайте с вами запомним, что «был» по-английски это «was». «Был» или «была». Давайте скажем вместе. «Was». Например, «я был» это «I was». То есть, всегда, когда по-русски вы хотите сказать «я был», по-английски вы будете говорить «I was». Давайте скажем это еще раз вместе. «I was». Я был. Замечательно. «Прав» или «права» по-английски это «right». Скажите «right». «Я» это «I». «Был» это «was». «I was» это «я был». «Прав» – «right». Сейчас представьте, как вы кому-то говорите «я был прав» или «я была права». Как вы это скажете по-английски? «I was right». Скажите это с чувством. «Я был прав». «I was right». Отлично. Великолепно. «Шокирован» по-английски это «shocked». «Shocked». Очень легко запомнить, правда? «Shocked». «Шокирован». Сейчас вспомните ситуацию, когда вы были чем-то невероятно шокированы. И скажите «я был в шоке». «Я был шокирован». Как вы это скажете? «That's right». Совершенно верно. «I was shocked». «Я был в шоке» или «я была в шоке». Давайте скажем это еще раз. «I was shocked». «Very good». Очень хорошо. Итак, «прав». «Права» – это «right». «В шоке шокирован» – это «shocked». «Я был в шоке». «Я был в шоке» – это «I was shocked». «Счастливый». «Счастливый» – наверняка вы знаете это слово – это «happy». «Happy». Скажите «happy». Вы уже знаете, как по-английски сказать «я был счастлив». «Я был счастлив». «Как?» «Правильно!» «I was happy». «Я был счастлив». «I was happy». Если вы хотите кому-то сказать, например, «я был счастлив тебя увидеть», вы скажете «I was happy to see you». Давайте скажем это еще раз. «I was happy to see you». Теперь еще раз, только быстрее. «I was happy to see you». «Ok, wonderful». А теперь представьте, что вы вдруг на улице столкнулись со своим знакомым, которого не видели 15 или 20 лет. И вы ему говорите «я был в шоке тебя увидеть» или «я был шокирован тебя увидеть». Кто догадается, как это сказать по-английски? «Я был в шоке» – это «I was shocked». «Тебя увидеть» – «to see you». До этого мы говорили «I was happy», а сейчас мы говорим «I was shocked to see you». «Я был в шоке увидеть тебя». Еще одно интересное слово – это слово «заграницей». «Заграницей» – это «abroad». Скажите «abroad». Вы уже наверняка знаете, как сказать «я был заграницей». «И был заграницей». «Я был заграницей». «Верно?» «I was abroad». «I was abroad». «I was abroad». «Very good!» «Очень хорошо». «Он» по-английски – это «he». «He». «Он был» – это «he was». Вы можете рассказать, например, про своего друга, или про своего знакомого, или про своего брата. «Он был заграницей». Знаете, как вы это скажете? «He was abroad». «Она» – это «she». «She». «Она была». «She was». То же самое. «She was». Вы уже знаете, как сказать про свою знакомую, или подругу, или про маму, или про сестру. Например, «Она была в шоке». Знаете? «She was shocked». «She was shocked». «Она была за границей» – это «she was abroad». «Она была за границей» – это «she was abroad». Давайте скажем это еще раз. «She was abroad». «Very nice!» «Отлично!» Еще одно хорошее слово – это «it». «Оно» или «это». «It». Если вы захотите сказать «это было», то вы скажете «it was». «It was». Очень просто, всего два слова. «Это было». «It was». «Катастрофа». «Ужас». По-английски это «a disaster». Скажите «disaster». Представьте, что вы пошли на какую-то вечеринку, или на какую-то встречу, на какое-то мероприятие, и это мероприятие было просто кошмаром. Это была катастрофа. И вы хотите сказать по-английски «это было ужасно», «это была катастрофа». Как вы это скажете? Совершенно верно. «It was a disaster». «Это была катастрофа». «It was a disaster». Итак, «катастрофа», «ужас», «кошмар» – это «a disaster». «Классно», «прекрасно» – это «great». Скажите «great». То же самое, если вы побывали на каком-то мероприятии, на какой-то встрече, отлично провели время, хорошо повеселились, вы можете сказать «это было прекрасно». Как вы это скажете? «It was great». «It was great». «Это было прекрасно». «It was great». Или вы уже знаете, как сказать вот такое вот длинное предложение. «Я был за границей, это было классно». «Я был за границей, и это было классно». «За границей» – это «abroad». «Классно» – это «great». «Прекрасно, классно». Попробуйте теперь сказать все это предложение. Сможете? «Я был за границей», «I was abroad», «и это было классно». «And it was great». Давайте скажем это еще раз. «I was abroad», «and it was great». Итак, замечательно. Сегодня мы с вами узнали, что со словами «я», «он», «она» и «это», «I», «he», «she», «it» мы используем «was». «Я был», «он был», «она была», «это было». «I was», «he was», «she was», «it was». Excellent! Отлично! А сейчас, дорогие друзья, мы с вами прослушаем носители языка. Потренируемся понимать английскую речь носителей языка на слух. Слушайте внимательно и попробуйте понять. I was right. I was right. I was happy. I was happy. I was happy to see you. I was happy to see you. He was right. He was right, and she was happy. I was shocked. I was shocked. I was shocked. I was shocked to see you. I was shocked to see you. He was abroad. He was abroad. It was a disaster. It was a disaster. It was a disaster and she was shocked. It was a disaster and she was shocked. It was great. It was great. I was abroad and it was great. I was abroad and it was great. Если вам понравилось это занятие, то напишите мне внизу в комментариях, это было классно. Знаете, как это написать по-английски? Думаешь, тоже знаете. Также кликайте лайк, если вам понравилось это видео. И если вы хотите получить курс английский язык за 4 недели 2 в 1, то где-то здесь будет на него ссылочка. Можно будет кликнуть и получить этот курс. До новых встреч!